Всем привет! Вы на канале Стивен Геймс и сегодня я решил начать играть в игру Marvel Битва Чемпионов. Меня довольно долго и часто просят об этой игре снять ролик, что я решил такой, а почему бы этого и не сделать? И в целом давайте попробуем. Вот нас встречает на данный момент игра какой-то небольшой сюжетной линии. Честно говоря, я последний раз играл в игру Marvel Битва Чемпионов где-то два года назад, когда еще на старом канале пытался проходить, потом забросил, но сейчас такого не будет. Будем играть в эту игрушку, будем проходить сюжетную линию, развиваться, развивать своих персонажей, да при этом с Marvel вселенной я знаком, наверное, все-таки лучше, чем с DC, хотя, честно говоря, в последнее время, когда я уже наиграл два года в Injustice, я могу в этом немного сомневаться. Но да ладно. Все-таки раньше показывали комиксы, точнее показывали сериалы, показывали мультики, также продавали комиксы о персонажах Marvel чаще, чем о персонажах DC-комиксы, поэтому о тех персонажах, как о Халке, о Веноме, о ком еще там, о Спайдермене, я знал гораздо больше, нежели о том же самом Бэтмене, либо Убийце Мороз. Поэтому, что ж, давайте попробуем и прочтем диалоги для начала. О, это очень редкий предмет. Фыр-фыр. Что за фыр-фыр? Это он типа нюхает? Его нелегко найти. Чинг-чинг. Еще труднее удержать. Какой сложный диалог. Ладно, смотрим дальше. Но настоящий коллекционер живет ради азарта, охоты. Чемпион Росомаха. Что у нас дальше идет? Дальше у нас идет чемпион Гамора, чемпион Халка, чемпион Дэдпул. Дэдпул? А нет, это не Дэдшот. Что-то я начал сомневаться. Дэдпул, Дэдшот, что-то знакомое. Коллекционер, довольно воспоминаний. Ты обещал мне достойного противника. Исосфера? Можно мне? Терпение, мой синий друг. Она еще не твоя, пока что. А вот и твой соперник. Начнем же. Что за соперник? Я думаю, с ним я быстро разберусь с этим соперником, потому что все-таки какие-то навыки у меня сохранились. Добро пожаловать, призыватель. Ты избранный представитель Земли в космической битве чемпионов с Кангом-завоевателем. Я коллекционер, организатор этой битвы. Правила просты. Победишь и получишь неслыханную силу. Проиграешь и останешься в моей коллекции навсегда. Что ж, придется как-то побеждать, потому что я не хочу оставаться в его точнее коллекции. Чтобы выиграть битве чемпионов, сперва необходимо овладеть навыками рукопашного боя. Это Капитан Америка, а это, насколько я помню, Веном. Это 100% Веном. Лучше всего играть двумя руками, но это знающий со времен игры Винджастис, поэтому проблем никаких нету. Легкая атака, коснись справа. Коснулся. Два раза надо еще коснуться. Отлично, проведи справа. Ну, в принципе, боевка точно такая же, как и в Винджастис. Ничего тут нового я не увидел. Так, мне нужно удерживать блок. Три секунды. Хорошо. Твой противник использует блок. Пробить блок можно тяжелой атакой. Хорошо, тяжелая атака, насколько я помню, это зажимаем и ударяем. А теперь использую все выученные приемы в настоящей битве. Хорошо, погнали. Отлично, еще пару ударов. Вот это комбо я еще помню со времен, когда только начинал играть, потому что на тот момент это единственное комбо, которое я знал в этой игре. Но я на данный момент знаю тоже только одно комбо, и это именно это комбо. Но все равно довольно весело победить его, например, спецприемом 3, и поэтому, Венов, прощай, победа. 321, кстати, у него статистика. Насколько я знаю, в самом начале больше ста не дается персонажа. Ну, хорошо. Роскошное зрелище. Поздравляю, призыватель. Ты выбран, чтобы представлять землю. Однако Капитан Америка тебе больше не понадобится. Он совсем новый. Я не хочу, чтобы ты его попортил. Хорошо, ладно. Канг посетил мое хранилище и забрал в свою коллекцию еще одного чемпиона. Советую тебе сделать то же самое. Попробуем. Так, нам выдается 50 единиц. Это, по-моему, жетоны, если я не ошибаюсь. Поэтому сейчас мы, скорее всего, будем вытаскивать персонажей. Все-таки открытие первого пака в обучении. Это все стандартно. Давайте попробуем это сделать. Это хранилище кристаллов коллекционера. Здесь можно покупать и открывать кристаллы чемпионами. Хорошо, открываем первый кристалл. Кстати, стул иногда скрипит, поэтому извиняю сразу за это. Не знаю, чего он люфтит, но да ладно. Коснись кристалла для остановки. Хорошо, коснулся. И, надеюсь, у меня будет сейчас либо Спайдермен, либо Росомаха. Давайте посмотрим. Спайдермен, либо Росомаха. Спайдермен выпадает. Хорошо. Классический чемпион, кстати. Есть же еще Спайдермен, если я не ошибаюсь. Я помню, в одну игрушку играл 2010 года выпуска. Там был Спайдермен будущего, Спайдермен прошлого. Какой-то недоделанный Спайдермен. И именно вот этот вот, классический. Как-то так. Да, прозвучало, конечно, уныло. Недоделанный Спайдермен. Ну, что поделать. Так, и здесь у нас, скорее всего, будет Росомаха. Но мне почему-то так кажется. Когда я запустил эту игру и тестировал ее, мне выпала Росомаха в предыдущий раз. Да, вроде бы ничего не меняется. В любом случае, вам в самом начале выпадет как Спайдермен, так и Росомаха. Скорее всего, это каждый раз будет. Я просто думал, здесь рандом какой-то есть. Скорее всего, никакого рандома нет. Частый урон от кровотечения, наносимый чемпионами способностей. Эффективен против высоких атак, что ли. Команда Канга ждет. В мире битвы среди звезд вы будете сражаться вечно. А теперь вперед, порази его, Железного Человека. Посмотрим, достоин ли ты быть участником битвы. Хорошо, жмем на Железного Человека. Смотрим. Так, идет загрузка. Скорее всего, сейчас нужно будет выбрать чемпиона. Как вы видите, Росомаху лучше не выбирать, потому что атака будет ниже, а у Железного Человека она будет наоборот выше. Поэтому будем на данный момент играть Спайдермэном. Но я думаю, это даже интереснее. Все-таки Спайдермэн, наверное, его знают многие. Нежели Росомаху. Хотя Росомаха тоже довольно известный герой. В 2002 году, когда вышел фильм... Возможно, не в 2002 году, я точно не помню. Вышел фильм Люди Икс. Тогда Росомаха тоже стал довольно известным персонажем. Уклонитесь влево. И рывок. А, тоже клево. Ладно, будем пробовать. Давайте атаковать сразу же вот этим вот комбо. Теперь влево-вправо. Отлично. Наносим удары. Дальше комбо. Влево-вправо. И дальше наносим вот такие комбо. По нам даже урон не может нанести Железный Человек. Это все потому, что у меня есть какой-никакой скилл. Уклоняемся. Ладно, все. Он по мне начал наносить урон, потому что я сбился. Но все равно он по мне нанес очень мало урона. Поэтому в Спайдермайн это круто. Победа. Хорошо. Для повышения уровня призывателя набирай опыт. Допустим. Попробую это сделать, конечно же. Но что за призыватель? Для повышения уровня призывателя. Скорее всего я являюсь призывателем. И мне нужно будет у себя же самого повышать уровень. Либо нет. Либо я в чем-то ошибся. Ладно. Будем разбираться по ходу игры. Халк. Крушить. Хороший комментарий. Халк. Спасибо, конечно, за твой коммент. А теперь мы выбираем, конечно же, Росомаху. Потому что мы еще им не играли. Так. Идет загрузка. Некоторые специальные атаки могут вызвать мощные эффекты состояния. Которые помогут тебе в бою. Что за состояние? Что это за перевод вообще такой? Непонятный мне немного. Блин. Я хотел отойти. У него регенерация есть. Но он восстанавливает, конечно, не так много здоровья. Блин. А Халк жирненький-то какой. Вы посмотрите, как у него мелко здоровье-то отнимается. Отлично. Еще раз восстанавливаемся. Еще наносим урон. Давай, давай. Блин. 15 ударов. Мне аж поразительно написало. 16-18. Невероятно. Ах, все. Избили мне тактику. 20 ударов нанес. Ну, как так-то. Так. Удары, 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 удары. И дальше отходим. Удар. 10, 10, 12. Блин. Я думал опять до 20 дойти. Но не получилось. Кстати, возможно, вы слышите так же стуки по планшету. Потому что микрофон находится очень близко. И с этим, к сожалению, ничего поделать на данный момент не могу. Я его пытался куда-нибудь прикрепить. Но не знаю куда. И вот здесь никуда не реально. Но да ладно. Задания союза действуют в течение какого-то определенного количества времени. Но, в общем-то, поймем потом. По ходу, конечно же, развития. Потому что, по-моему, союз можно создать только на четвертом уровне. У меня пока что первый уровень. В общем-то, будем наблюдать за этим. Улучшение чемпионов. Хорошо. Давайте попробуем улучшить их. Использую катализаторы для повышения ранга. Я, наверное, все-таки буду прокачивать Спайдер Мэна. Потому что, ну, вы сами понимаете, я к Спайдер Мэну более лояльнее отношусь, нежели к Росомахе. Потому что в свое время я, наверное, все сезоны мультсериала пересмотрел про Спайдер Мэна. Девяносто какого-то года, если я не ошибаюсь. Ну, Питер Паркер. Я не помню, честно говоря, как именно смотрелся тот сериал. Но, когда в детстве я его смотрел, он выглядел клево. Потом я его лет восемнадцать посмотрел, он мне не совсем понравился. Точнее, не сериал, а мультсериал. В бой. Обзор заданий. И, скорее всего, сейчас мы будем проходить сюжетную линию. Глава один. Бросить вызов завоевателю. Хорошо, давайте попробуем. Бросить вызов завоевателю. У меня есть Спайдер Мэн Росомаха. Ну, видимо, пока что новых героев нам не поставляют. Ну, обойдемся и без них. Конечно, хотелось бы какого-нибудь Железного Человека. Потом, кто еще? Здесь есть персонаж, похожий на Стрелу. Но я не помню, как его звать. Потом, конечно же, опять же, по ходу игры посмотрим на него. Ладно, коллекционер. Этот балаган пора прекращать. О нет, так быстро, дружок? Битва продолжается. Мы с друзьями уходим, и ты отправляешься с нами. Ты правда так считаешь? Покажи свою силу в битве. Если сможешь. Хорошо, давайте попробуем это сделать. Так. Мне выпадает однозвездочный ящик. И, наконец-таки, я вижу перед собой Бэтмена. Хотя это не Бэтмен, а если, опять же, я не ошибаюсь, это, скорее всего, Черная Пантера. Капитан, осторожнее. Все наши друзья и союзники парализованы. Этот мир, он питается нашей силой воли. Битва у нас получается Росомаха против Черной Пантеры. Что же тут делать? Спайдермена 100% выбирать не стоит. Потому что тогда у меня упадет сила, у Черной Пантеры она вырастет. У Росомахи все наоборот. Как вы видите, Росомахе дается плюс 16 силы против Черной Пантеры. Поэтому, наверное, все-таки будем играть именно этим персонажем. Некоторые характеристики. Например, шанс критического удара. Опять не успеваю это читать. Хоть и загрузка вроде долгая, но все равно прочесть все советы, которые пишут, нереально. Ну да ладно. Так. Давай накапливать без приема. Наносим его сразу же. Блин, я думал добью. Вот такой вот ударчик. Аж стена рухнула. Вот это да. Вот это да, Росомаха. Я и не думал, что ты настолько силен. Так, награда получена. Переходим дальше. Дальше у нас, по-моему, еще несколько будет персонажей. На этом, скорее всего, сюжетная линия завершится. Ну, точнее, первая часть сюжетной линии. Так, переходим дальше. Дальше я вижу Крателя. По-моему, его зовут Кратель. Сейчас даже узнаем. Чудесно, Капитан Америка, ты будешь моей пешкой. Я сражался с рогами побольше. И позлее тебя, Канг. Слабеешь, родимый. Ты не можешь противиться битве. Я не знаю, как ты это делаешь, коллекционер. Но этого недостаточно. Так. По-моему, это Каратель. Да, это Каратель. Поэтому выбираем опять же Росомаху. Потому что, смотрите, у меня опять же вырастает сила. А у него, наоборот, силы становятся меньше. Если один из чемпионов пал в бою, его можно вернуть в строй с помощью зелья оживления. Кстати, да, зелья оживления в самом начале довольно часто помогать нам будут. Потому что персонажей, как вы видите, у меня немного. И они не особо прокачаны. Поэтому сюжетной линии придется, конечно, повозиться. Ну, сейчас все легко. Потому что это своего рода еще идет обучение. А дальше, конечно же, все будет гораздо сложнее. Блин, давай-ка нанеси по нему спецприем. Ну, это неплохо. Блин, мне нравится то, что он хилится. Потому что, когда он хилится, у него очень много здоровья восстанавливается. Хоть и по одному, и по два. Но, по сути, вся полоска остается целой. Для продолжения коснитесь. Количество очков верности, которое можно заработать за день, оказывая помощь союзникам. Опять же, это, наверное, про союз говорится. Но о союзе мы поговорим чуть позже. Потому что сейчас я его все равно создать не могу. Из-за того, что уровня не хватает. Да и, скорее всего, золота мне не хватать будет тоже. Я сломил волю капитана Канг. Теперь он в твоей власти. А, ну, хорошо. Это не я, Канг. Как я полагаю, я создатель. А Канг это вот этот вот дедуля в желтом. А сейчас нам нужно будет спайдерменом одолеть капитана Америка. Но я думаю, это не так сложно. Все-таки спайдермен, он довольно быстрый, шустрый персонаж. А капитана Америка не настолько силен. Потому что в обучении, когда я им играл, он как-то не особо смотрелся. Ну да ладно, давайте попробуем сейчас его победить. Так, наносим удары. Блин, великолепно мне написали. Я хочу как можно больше ударов нанести. Блин, четыре удара только. Я думал, сейчас отойду, уклонюсь. И потом дальше наносить удары начну. О, вот, вот. Именно таким вот образом. Оп, он промахнулся. И дальше я добиваю. Оп, промахнулся. Он подходит. И добиваем. Четырнадцать ударов. Ну, неплохо так, Человек-паук. Классика. Ты довольно хорош. Так, для продолжения коснись экрана. О, уровень повышен. Пять жетонов. Получая жетоны, мне довольно сильно пригодятся, когда нужен будет новый персонаж. И я их буду, скорее всего, тратить на кристаллы. Где попадают персонажи уже с двумя-тремя звездами. В общем, будем смотреть, что с ними делать. Давайте откроем кристаллы. Возможно, сейчас выпадет ИСА-8 нам. Ну, и мы прокачаем еще немного Спайдермена. Ну, на всякий случай, мне бы хотелось это сделать. Потому что с каждым разом все сложнее и сложнее играть. А персонажа прокачивать нужно. Так, выбираем кристалл. Коснитесь для остановки. Коснулся. Ух ты, да тут жетоны есть, блин. Жетон, на жетоне остановись. На жетоне. Мне не нужны теперь ИСА. Блин, 75 всего лишь. 75 маловато будет. Ну, да ладно. Улучшить чемпионов. Улучшаем. Так. Многие чемпионы мистики способны снимать эффекты. Хорошо. Снимут. В скором времени они все снимут. Так, выбираем все ИСА, которое есть. И получается, я прокачиваюсь до третьего уровня. И сколько у меня становится силы? 103. Ну, неплохо. Неплохо. Я думал, будет где-то около 101, но 103 сила. Довольно даже неплохо для начала. Обзор заданий. И давайте попробуем еще приз пройти. Я думаю, у нас время еще есть, чтобы пройти и вот эту вот часть сюжетной линии. Опять же, выбираю, конечно, этих двух персонажей, потому что третьего у нас не дано. Будем стараться как можно быстрее заполучать этих персов. Выполняю задание, разведывай. В общем, хорошо. Буду стараться разведывать. Что за битва без награды? Знаешь, что будет наградой, призыватель? ИСА-сфера. Могучая сфера, состоящая из множества звезд ИСА-8. Она может стать твоей или достаться Кангу. Ну, скорее всего, она станет моей, конечно, потому что я крут. У меня есть клевые перцы, а у Канга ничего нет. Давайте перейдем сюда. Здесь рейтинг персонажа выше, поэтому, возможно, нам даже получше награда выдастся. Так, ты меня на недооцениваешь, призыватель, настали твои темные дни. Хорошо, попробуем сейчас сразиться с Виженом, по-моему. Да, это Вижен, как вы видите. Росомаху лучше не выбирать, потому что у нас сила будет меньше, а мне бы этого не хотелось. Опять загрузочка. Ждем. Отлично. Вижен Человек-паук классик. Ну, как вы видите, здесь все как-то по-хилому. Я думал, что я буду посильнее и посерьезнее, но нет. Ну, блин, Вижен, спокойней ты. Четыре удара, отходим, удар и дальше добивание. Восемь, отходим, удар. Блин, он тоже отошел. Отходим, удар. Отлично. Четырнадцать, пятнадцать, отходим, удар. Давай, давай, семнадцать. Отлично. Отлично, но по мне в конце даже урона нанести не смог. Я-то думал, он меня прикончит, но нет, как вы видите, все да наоборот. Это очень хорошо. Возвращай очки мастерства, когда захочешь, создавая с их помощью оптимальные конфигурации для каждого игрового режима. Что ж, нажимаем, забираем ящик однозвездочный. И, скорее всего, там тоже будет ИС-8. Ну, это формальности. И Железный Человек. Ну, с Железным Человеком я посражаюсь. Я знаю все тайны потока времени, призыватель. Тебе не остановить меня, ИС-Сфера будет моей. Скорее всего, создатель это я, как я понял. Канг это тот дедуля в желтом таком костюме. Ну и, конечно же, кто вот этот вот чувак, я не знаю. Но да ладно. Во время битвы чемпионы науки получают классовый бонус против мистики. Кстати, да, здесь же каждый персонаж подразделен на классы. Вот этот класс зеленый. А вот этот класс синий. Но я не знаю, как они называются. Буду называть пока их зеленый и синий. У Железного Человека синий класс, у моего Спайдермена зеленый. Также будут выпадать такие нестандартные ИСО, которые мне очень пригодятся. Например, если выпадет зеленый ИСО, то, скорее всего, лучше всего его будет использовать на Спайдермене, нежели чем на Железном Человеке. Потому что отдача будет гораздо выше и прокачка более сильнее. Но об этом мы тоже поговорим чуть позже, потому что сейчас нам даже такого обучения не предоставлено. Специальные способности, такие как Кровотечение, в общем-то, ладно, прокачиваются, скорее всего, по мере прохождения, точнее, по мере прокачки персонажа. Поступает сообщение. Призыватель, смотри себе под ноги. Зелия с его помощью чемпиона могут исцелять раны перед битвой. По всему миру битвы разбросаны ценные предметы. Ты в любой момент можешь на них натолкнуться. Хорошо. Посмотрим, что мне попадает в следующий раз, потому что пока что вот эта вот хилка, это единственное довольно полезное то, что мне выпало за вот эти вот две сюжетные линии. Твое оружие плащае сердце дракона? Нет, тогда я смогу победить тебя с закрытыми глазами. Это, между прочим, не первая моя битва чемпионов. Да хорошо, блин, чувак похожий на Синестра. Я в любом случае победить тебя сумею. Железный Человек, Железный Кулак, где логика? Почему он не называл себя по-другому? Именно Железный Кулак, да у него даже костюма нет железного. Но да ладно. Бои в заданиях Союза доступны только для нескольких игроков. В общем, ждем загрузку и продолжаем, потому что это мне тоже пока что неинтересно. Красомаха, пять ударов, блин, надо было нанесить как можно больше. Четыре, пять, блин, отойти не успел. Ну, здесь, конечно, закос у меня очень большой. Так, отходим. Блин, ну я здесь удар хотел нанести, а он спецприемом один меня бить начал. Кстати, смотрите, на него действует кровотечение благодаря моим когтям. И, как вы видели, он не успел даже пошевельнуться из-за того, что он терял здоровье. Он и помер. Можно сказать, сердечный приступ случился, как в шедофайте. Команды, задействованные в Войне Союзов, освободятся после победы над боссом. Ну, это тоже хорошо исследовано, 84%. Скорее всего, мне нужно это будет перепройти, но только по другой ветви пойти. Потому что я пошел по более сильной ветви, где выдаются более серьезные такие плюшки. А сейчас мне нужно перепройти, но перепройти более слабую ветвь. Ну да ладно. Я думаю, это мы сделаем тоже в другой раз. Так, открыть. Давайте посмотрим, что мне выпадет в этом кристалле. Так, нажимаем. 125 ИС-8. Ну, честно говоря, я ожидал чего-то большего. А, второй категории. Ну, вторая категория это 125, поэтому... Прокачаем мы опять же Спайдермена. Я думаю, это будет правильным решением. Так, так, так. Росомаху пока что прокачивать смысла нет. Он все равно сильнее, чем Человек-паук. Поэтому улучшение. Так. Тратим все ИС-8 и прокачиваем его аж до пятого уровня. 496 золота я трачу, и он становится со статами 114. Вот это да, я не ожидал. Я думал, будет 106, допустим. Но чуть больше, чем у Росомахи. Но 114, это, конечно, очень клево. Ладно, что ж, выходим тогда. Ну и думаю, что для первого раза этого будет достаточно. В следующий раз, конечно же, постараемся пройти еще пару сюжетных линий. Потом, конечно же, открыть Союз. Ну и посмотреть, сколько там стоит создание Союза. Ну, в общем-то, создание своего клана в каком-то плане. В скором времени мне также должны открыться задания События. Вот задание События тоже прикольная вещь. И конфликты тоже хотелось бы посражаться. Ну а режим Союза мне будет открыт после того, как я смогу создать свой клан. В общем, как-то так все получается. На этом тогда все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.